Покупать через интернет В магазин Дмитрий ходит только за продуктами, все остальное заказывает в интернете. Быстро и удобно. Но на подводные камни наталкивался. Буквально два месяца назад заказал телефонный объектив за 2000 рублей. Посылка из Москвы оказалась то ли подделкой, то ли с браком. Когда я вскрыл коробку уже дома, увидел, что это совсем другой конструктив. В описании товара был совсем другой материал. Не пластик, как это объектив, а он был на основе железного стального корпуса. Через неделю я заметил, что здесь деформирована линза. При контакте с телефоном выдается очень некачественная картинка. Нет должного эффекта, который описывался на официальном сайте. В этой ситуации Дмитрий, согласно закону о защите прав потребителей, имеет право вернуть некачественный товар в течение гарантийного срока. Для этого ему нужно написать претензию в адрес интернет-магазина. А в течение 10 дней покупателю обязаны вернуть деньги с компенсацией за доставку возврата. Если добровольно вопрос не решается, то нужно обратиться с исковым заявлением в суд. Отзвонил в интернет-магазин, они крайне извинялись, сказали, что у них на складе больше нет других моделей, потому что их раскупили. Я спрашиваю, почему выпадает линза? Они сначала пытались обвинить во всем меня, что я своей силой понадавливал, спорил, но я этого, естественно, не делал. Но я в результате сейчас открыл спор и пытаюсь вернуть, естественно, средства, уплаченные за товар, который считаю контрафактным. Отсюда следует первое правило безопасности. Прежде чем нажать «Купить», внимательно читайте условия работы магазина. Там обязательно должно быть прописано, за чей счет осуществляется возврат. Правило второе. Изучите внутренние требования магазина. Сколько товар хранится в корзине, в какие сроки доставляют и как работает система бонусов. Екатерина – виртуальный шапоголик с опытом. Одежда, игрушки, техника, материалы для творчества. Заказы делает ежемесячно. Если товар не соответствует ожиданиям, новички по незнанию могут расстроиться и даже не пытаться отстоять свои права. Но те, кто уже давно на виртуальных торговых площадках, знают, что товар и деньги можно вернуть. Это про нее. Екатерина уже выиграла спорт при покупке подсвечника. В итоге он достался ей бесплатно. Недавно выбирала магазины в китайском интернет-магазине Алиэкспресс и не угадала. Попасть в размер по обуви очень сложно. А если еще с ногами, там, я не знаю, какие-то проблемы, шишечки, я не знаю, что-то нестандартное, ножка. Да. У китайцев ножки маленькие, у них размерный ряд немножко по-другому идет. Большие размеры там не советую покупать. Заходя на очередной сайт интернет-магазина, знайте, это должны быть проверенные площадки с хорошим именем. Можно послушать рекомендации друзей и знакомых. Подозрительно дешевая цена вас тоже должна насторожить. Обычно так ловят на удочку, чтобы продать не совсем качественный товар. Деньги будут возвращать долго. Можно замучиться со службы поддержки в доказательствах того, что эта вещь не соответствует описанию. Правило третье. Не стоит оплачивать товар, если с момента оформления заказа до момента передачи товара стоимость выросла. Во всех интернет-магазинах цена должна фиксироваться во время покупки. Менять ее продавец не имеет права. Правило четвертое. Чек должны выбивать при покупателе. Даже если вы заказали доставку с курьером, он обязан прийти с кассовым аппаратом. Распечатанные квитанции или написанные от руки товарные чеки силы не имеют. Более того, в них может быть указана неправильная дата поставки. Так магазины делают, чтобы вы не успели вернуть товар. А ведь на это есть всего неделя. Чтобы деньги вернули сразу, предъявите чек, переписку с продавцом или серийный номер. Однако все эти правила распространяются только на российские магазины. На иностранных сайтах свои законы. И чаще всего не в нашу пользу. Нужно очень внимательно смотреть информацию о сайте, где должны быть местонахождение продавца-изготовителя, юридические адреса и полные фирменные номинования продавца-изготовителя. Нужно всегда смотреть отзывы покупателей об этом товаре. Если отзывов очень много о том, что товар не пришел или товар некачественный, лучше этот товар не приобретать. Еще одно сравнение. Если с качеством все в порядке, то обычные покупатели не смогут сдать товар обратно. В этом перечне бытовая техника, автомобили, постельное белье, мебель, духи. А вот для дистанционных список невозвратных товаров отсутствует. Товар можно возвратить почти что весь. И технически сложные товары, и белье. Единственное исключение составляют товары, которые изготовлены по индивидуальным заказам. Это индивидуальный пошив обуви, одежды, гравировка. Если товар надлежащего качества и покупатель решил его возвратить, некоторые магазины отказываются принимать товар, потому что нарушена упаковка товара. Это неправильно. Покупатель имеет право нарушить упаковку, но сохранить товарный вид товара. Поэтому к возврату такой товар подлежит. Правило пятое. Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов. Интернет-магазин не может принимать платеж такими способами. В этом случае вероятность столкновения с кибермошенниками крайне высока. Тем, кто часто совершает покупки через интернет, не помешает завести для этого отдельную банковскую карту и держать на ней лишь ту сумму, которая необходима для онлайн-шоппинга. Сотрудники МВД в этом году раскрыли более 70 интернет-преступлений. Хотя жалоб в разы больше. При заказе граждане страхуются, они как бы заказывают товар наложенным платежом. Но вот как это в принципе известно, наложенный платеж – это гарантия того, что только товар придет. То есть придет, покупка придет, заказ придет, вот как если так говорить. А то, что содержимое этой посылки, оно известно только отправителю. Единственная, допустим, на данный момент мера, чтобы себя обезопасить, является оформление посылки с описью вложения. До оплаты этого наложенного платежа сотрудник почты вскрывает данную посылку. Если все совпадает с описью, то есть все хорошо, посылка отдается на руки и оплачивается все благополучно. И все же не забывайте, что покупателя в сети всегда может защитить прежде всего его внимательность, осторожность и бдительность. Не дайте себя обмануть. Удачных покупок! Редактор субтитров А.Семкин